Добрый день, друзья, и не о другим. 65 лет исполнил здесь позавчера легенде нашего хоккея Славе Фетисову, Вячеславу Фетисову. Очень интересная, конечно, у него биография в контексте его заморского вояжа. Он был первым, кто заключил контракт с американцами напрямую и уехал. Мы с ним много вообще говорили про Америку и как изменилось отношение к Америке. Но самое удачное из интервью с ним, я считаю, семейный альбом. Послушайте отрывок из этого семейного проекта. Смотрите далее. В какую переделку Фетисов попал в Америке? На белых Мерседесах едут или в Эфиозе, или эти... Наркодилеры! За что его там так не любили? И ты входишь, когда в раздевалку, даже не говоря на языке, ты понимаешь, что тебя не очень здесь хотят видеть. Правительство будет на эти деньги против нас бомбы строить. Почему знаменитый спортсмен так странно представляет жену? Познакомьтесь, добрый сервер, единственный в мире. Что удерживает Вячеслава и Ладу Фетисовых вместе? Если бы взять наши гороскопы, то мы должны были разбежаться сразу. Скоро ли свадьба их дочери? Какой взгляд сейчас? Какой взгляд при слове «жених»? О какой таинственной женщине идет речь? Когда появилась еще одна женщина в семье-то поздно, такой элемент ревности. Нет? И как он стал министром спорта? Благодарен судьбе, что это произошло, что меня нашли в Доминикане. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть фотография такая, вот с этой ложкой. История, насколько я понимаю, ты же подарок разбал, она как раз на свадьбу. На свадьбу. А эта клюшка знаешь, что такое? Клюшка лучше, чем хеста Европы. Золотая клюшка называлась, да. У нас был тренер такой, Игорь Иванович Моисеев, он говорит, слушай, клюшка – это твоя ложка. Как будешь играть, так и будешь кушать. На самом деле мы с Саней очень благодарны, он настоящий вообще друг. Можно представить, что в тот момент, попав под давление, под пресс, вдруг оказался человек, который был рядом. После как мы переехали играть в Нью-Джерси, он какой-то там очередной тур в Америку. Говорит, слушай, позвонил, говорит, я там буду. Я говорю, ну хорошо, Саня, я заеду к тебе, заберу, поеду к нам домой, туда-сюда. Ну и, короче, его привезли где-то в Бруклин, поселили. Не в Бруклин, в Гарлинг, где-то на границе с черными районами. Там вечером выходить нельзя было. Я после игры думаю, надо заехать за другом. Уточни, пожалуйста, на какой машине ты был. 560-й С и Л, это самое крутое мерседесе. Самый большой такой, длинный. И он белый. На белых мерседесах ездили в афиозе, или эти... Наркодилеры. Наркодилеры. Черные. Не, пимы. Пимп, пимп, пимп. А, сутенеры. 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 Ему потом наши все друзья, американцы, сказали, что они тебя приняли точно либо за драгдилера, потому что, ну, кто в Гарлим приедет? На терке приехал, на переговоры. Либо за деньгами приехал, либо товар привез. Потом через пару блоков полицейский увидит, сразу подлетает, смотри, белый человек за машину. Что-то им объяснил, они поняли, говорят, за нами, больше сюда не попадай. В Нью-Джерси есть фотография. Это же первые годы, да, в Альбомире? Это вот только подписание. Это мы приехали в пресс-конференцию, мы, ребята, подписали контракт. С Сергеем Стариковым? С Сергеем Стариковым, да, и Ришка же моя. А, Сергей, кстати, поддержал меня в этой ситуации, один из немногих. И его сразу выкинули. Выкинули из команды его сразу. С СССР. И я, в общем, Нью-Джерси Дейл сказал, что я без Сергея Старикова играть не поеду. Кстати, тяжело, наверное, было, да, ведь в смысле общения, остались же родные здесь, друг, друзья. Ну, во-первых, вообще никого нет. Потом у нас как-то, мы так попали, у нас не было друзей-иммигрантов, которые бы уехали, да. Поэтому опять Саше Розенбауму спасибо большое. У него были друзья питерские, которые поженились. Вот несколько пар таких были у нас близкие, которые нам помогали. Нас, ну, первое время нас направляли, вот что, ну, как, что делать. Девилс нам дал учительницу, которая ни слова не говорила по-русски. И в возрасте уже тяжело, потому что молодым к нам прилетел сразу же Саша Могильный, когда мы приехали. И он уже говорил за несколько месяцев. Нормально так объяснялся, не на пальцах. Тяжело. Тяжело, потому что немножко другое устроено, менталитет немножко другой. У меня до расстройств, до слез было, когда я не могла определиться, ну, какой же мне майонез взять из этих восьми сортов. Причем тут фиолетовая баночка, это зеленая, это такая... Потом я уже стала понимать, что тут, где меньше жира, там вообще без жира, тут еще с чем-то там. То есть все это по цветам, конечно, когда ты уже учишь язык и узнаешь все. Но первое время было, да. В команде тоже, конечно, проблема большая. Я играл в одной из лучших команд мира в то время. Попал в самую худшую по итогам предыдущего сезона. И ты входишь, когда в раздевалку, даже не говоря на языке, ты понимаешь, что тебя не очень здесь хотят видеть. Ну, потому что ты русский, потому что ты коммунист. Не русский, а советский. Советский коммунист, да. Коми. Коми, да, Коми, да, Коми, да, Красный майор. А еще проясок, а раз мы попали. С ним играл Рэнди Величек, который ему просто берут интервью, он говорит, они занимают наши места, они забирают наши деньги и будут отдавать эти деньги своему правительству, а правительство будет на эти деньги против нас бомбы строить. Ну, кстати, потом, буквально через полгода, наверное, Татьяна, у Рэнди как раз жену Татьяны, имя-то русское, я говорю, у тебя же русское имя. Его жена, она подошла и извинилась. Она говорит, ребята, извините, пожалуйста, мы вас больше узнали, вы такие же, вы очень похожи на нас. Я говорю, мы тоже самое можем сказать, что вы похожи очень на нас. То есть через пропаганду пробились, да? Да, и она, вот, она говорит, ну, понимаете, нас в школе, нас в школе учили, мы там под парты садились, что вот сейчас опасность, угроза СССР войну начал. Я говорю, вы знаете, нас тоже в школе, наверное, учили чему-то, что, увы, вот, например, я долго интересовалась про Анжелу Дэвис, никто никак не мог мне сказать, кто это такая. А мы ходили, собирали подписи, угнетают черных. Макулатуру собирали, да, в поддержку. То есть мы устраивали демонстрации выпустить Анжелу Дэвис. Я через год только узнала, что это Анжела Дэвис, которую, ну, беспорядки наводила в городе, там, устраивала какие-то, ее на несколько месяцев сажали за эти беспорядки.